Всем привет, друзья! Этот день настал. Макар идет в первый класс. Алиса идет в садик. В садик хочешь? Пусть несет, пусть держит, Макар. Ну ладно, не возмущается. Хорошо, вот держи твой рюкзачок. Сегодня отказались от развозки, решили сами поехать, потому что я... Что-то я не рассчитала время. Я думала, что с утра еще успеем до десяти. В десять часов нам надо с Макаром быть в школе. А я думала, Алису отвезу пораньше в детский сад, а сама успею еще на почту сбегать, а то мне отправить. Но долго возились, Алиса поздно проснулась. В общем, к новому графику еще нужно привыкнуть. На работу я сегодня не пошла, отпросилась. Вообще не представляю, как мамочкам. Еще и на работу ходить надо. Выходи. Просто когда я пойду на работу... Не холодно на улице? Не холодно. Когда я пойду на работу, Алису придется вообще к восьми утра отводить детский сад. Самим. Потому что в восемь утра тоже развозки нет. А мне надо бежать. В семь сорок я должна быть уже на остановке. Вот только Амелия, получается, сможет ее отводить. Потому что Амелия в школу к восьми тридцати. И остается Макар без сопровождения. Вот за него буду переживать постоянно. Макарова в школу будет отвозить автобус. Но опять же, дойти ему нужно до остановки. Через дорогу перейти. Это каждый день я буду переживать. Как он ушел. Как он домой пришел. Приехали. Пойдем? Пойдем? С доставкой. Мне кажется, можно шарфик уже убрать, Алиса. Ой. Осторожненько. Подожди, застряла. Там есть звоночек. Можешь позвонить. Макарова именида. А тебя знают Макарова именида. Осторожно. Осторожно. Алису мы оставили. Она не плакала. Что нас очень порадовало. А мы сидим на остановке, ждем обычный автобус. Потому что школьный автобус сегодня был рано утром. Ну, как обычно по расписанию. Наверное, 8 утра. А нам сказали прийти к 10. Вот поэтому мне пришлось сегодня отпроситься с работы. К 10 часам некому Макара везти в школу. Это развозка. А, кстати, это автобус нашего детского сада. Кого-то забирает здесь, наверное. А мы ждем. Еще 15 минут ждать. Ну, зато соседка придет с девочкой. Макар вместе с ней будет учиться в школе. Это меня очень радует. Потому что вместе будут ходить, уезжать. Приезжать, возможно. Что-то дарят, да, Макар? Спасибо, скажи. Пойдем. Мы пришли в школу. В общем, при входе надарили рекламу. Реклама хакбонов. Это дополнительные занятия. Нужно переобуться перед входом в школу. Все этим занимаются. Все? Хорошо пакетики дали? Пойдем. Нам дали бахилы. Куда идем? В зал, да, Макар? Спортивный зал. Мы здесь уже были. Вот такая картина. Нашли Макара. Вот ему. Пойдем. Ой, как красиво. Один, один. Ты видишь, ваш Сансонимон? Один, один. Один, один. Пойдем. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... 웃으면 안 돼. 틀린 의견에, 틀린 답에. 이럴까? 저럴까? 함께 생각하면서 정답을 찾아가는 거야. 그렇게 다 같이 자랑하는 거야. 언제나 맞는 답을 말해야 한다고 생각하니까, 틀리는 게 무섭고 두려워져. 손도 못듯이 작게 움츠러들고, 입은 꾹 담으 채 시간만 흘러가. 이럴까? 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 Но это, мне кажется, очень мало. Радует то, что много учителей-мужчин в корейской школе и в начальных классах есть учителя-классные руководители. Но в Корее учитель всего на один год. На следующий год меняется. Также меняется состав класса, детей перемешаны. И хотя в этом году есть русскоязычные дети, но всех поместили в разные классы. Это школьный двор. Во дворе есть парковка. Смотрите, какая огромная для машин. Сегодня, ладно, мероприятие, много машин, на которых приехали родители. Но при этом, когда я просто приезжала в школу в обычный школьный день, на парковке тоже стояли машины. Это говорит о том, что учителя могут себе позволить ездить на машинах. Купить машину и ездить на ней. Потому что хорошие зарплаты у учителей. И вот там в гараже стоит, видите, желтый автобус школьный, на котором развозка происходит. Школьный, ездить на машин в stead. Горнадо, subsequently в undergraduate году. Сп Core, каник. Купить машины через небес. Купить машины наulsive». Прибежала домой, пока Макар в школе. Забирать его буду в час. Хочу еще успеть на почту отправить вот эту посылку, заказ Бишкек. Здесь, смотрите, колготки заказали. Это тонкие капроновые колготки по 7 штук в упаковке черного цвета и цвет кофе. Также заказали питьевой коллаген. Здесь 14 бутыльков. Это крем-мист, увлажняющий мист. Его можно наносить поверх макияжа. Это блеск для губ. Цвета коралл. Это увлажняющий стик, который борется с морщинами. Его тоже можно наносить прямо поверх макияжа. У корейцев все удобно и эффективно. Это BB крем. Я сама таким пользуюсь. Классный крем. Это тоже коллаген. Это псиллиум хаск. Батт на основе шелухи подорожника для очищения ЖКТ. И заказали вот такой вот гель для душа с маслом ши и марингой. Очень вкусно пахнет. И после него кожа не сухая. Здесь большой объем, кстати, 350 мл. Вот. В общем, это еще одно мое задание на сегодня. То, что я должна успеть сделать. А сейчас я побежала дальше по своим делам. Вкусно покушали? Вкусно покушали? В общем, сейчас дети в столовой. ждем Макара. Посмотрим с вами столовую школьную. Там дети за собой убирают, кушают. Первоклассник. Понравился тебе первый день в школе? Почему? Потому что. Почему? Потому что. С корейским акцентом давай разговаривать. Вот все как учиться, да? Тебе 12 лет еще в школу ходить. Да. 12 года? Да, 12 лет. В школу надо 12 лет ходить, учиться. А потом еще в университет поступать. Тяжело, да? А в университете еще сложно? А? А в университете еще сложно? В университете. Можно. В университете? Ну, там сложнее, чем в школе. Поэтому в школе надо хорошо учиться, чтобы в университете легко было учиться. Хорошо? А можно я пойду? В университет? Да. А куда пойдешь? Ну, 20 лет буду отдыхать. Отдыхать? Да. Деловой ты? 12 годов. Ну, все бы так хотели, знаешь, отдыхать. Ладно. Сейчас мы с Макаром едем в город, потому что по правилам иммиграционной службы мы должны предоставить справку о том, что он у нас пошел в школу. Вот так. В Корее бюрократия. С каждой бумажкой надо бегать. Вовремя не сдашь штраф. Не видишь? Мы уже приехали в Мокпо. Вот по дороге в наш миграционный центр встретили. Цаплю Макару показываю. Вообще так классно у нас. Вроде бы город, а можно встретить птиц таких. черепаха? Да, он там видит где вот такие. Ну, Ладно, пойдем. Пойдем дальше. Пришла в наш иммиграционный офис. Он относится к Ванчжу, хоть находится в Мокпо. Надеюсь, сейчас быстро все сдам, получу справку о составе семьи для страховой компании. И потом надо будет успеть домой вернуться, потому что уже Алису к этому времени приведут домой. А мне еще на почту надо сбегать. Мы все сделали, ждем автобус, сейчас поедем домой. Знаете, остановки в Корее отапливаются, сидение на остановках в Корее отапливается. Тепло? Тепло? Мокпо? не надо лежать на ней. Греться хочешь? Ну ладно. Тепло или горячо? Тепло. Тепло? Классно, да? У меня села батарейка на моем телефоне, поэтому снимаю на другой. Мы сейчас заказали хот-доги, ждем. Возьмем хот-доги, пойдем домой. Мы не все дела еще сделали. Я, по крайней мере, но у меня уже сил нет. Я хочу, чтобы меня клонировали одного моего клона на одну работу отправить, другого на другую. Потому что я уже выжатая, как лимон после сегодняшней беготни. А еще ужин варить. И я еще не сходила на почту, не отправила Атоми заказы. Так готовятся хот-доги. Который с семечками кунжута. скажи Алис опа скажи опа ее окончание не забывай. Пришли за нашей Алисой. Вот наша Алиса. Хорошо было в садике? Да. Ты игралась с детками? Молодец. С кошкой не расстается со своей. Маме дашь кошку? Хорошо. Давай. А ты куда? Пойдем. Андей, Андей. Я уже на почте. Пришлось изрядно поломать голову, чтобы сложить аккуратно, чтобы все поместилось именно в эту коробку. Потому что если брать размер больше, то там было бы уже очень много пустот. Сложила такая довольная, что все поместилось. все отправляю. Вся потрепанная. В общем, отправила заказы Бишкек. Иду и думаю. Завтра Макара занятия будут до часу. Утром автобус его заберет. Утром хорошо он может поехать с соседкой, с Настей. Настю мама провожает. А вот обратно у него занятия заканчиваются в час, а автобус развозка только в три часа. Получается два часа его надо чем-то занять. Пока еще дополнительные занятия в школе не начались. Нужно подать заявление. А во-вторых, нужно еще через приложение успеть зарегистрироваться на эти дополнительные занятия. Они бесплатные. Поэтому всегда очередь. с местными сложно конкурировать. Но придется пошустрить. Также в школе есть продленка для детей, у которых оба родители работают. Я рассчитывала на эту продленку. Но все места заняты. Нас не оповестили о том, что нужно заполнять что-то. Я думала, что когда начнется учебный год, тогда нам и скажут. Оказывается, все надо было делать заранее. Так что на продленку мы опоздали. Теперь только дополнительные занятия. И также хотим записать на джиу-джитсу. Рядом со школой есть. Но опять же сначала это все подстроится под школьные занятия бесплатные. Так что пока вот такая ситуация. жалко, что продленку не попали. Потому что надо напрягаться и теперь думать, что делать. Ну, ничего, что-нибудь придумаем. Не знаю, как теперь, правда, завтра быть, опять отпроситься с работы. Вот так. На каждого ребенка нужна целая деревня. Сегодня директор школы об этом говорила, эту пословицу. Но она говорила это к тому, чтобы родители не переживали, что в школе большой профессиональный состав. А я применила это к себе. Потому что мы одни с Сашей с детьми. Это очень тяжело. Очень тяжело. Просто мозг взрывается иногда. Барагу иду домой. Надо готовить ужин. Дома будет не до съемок. А что, спасибо, что провели 1 сентября по-корейски с нами. Если у вас есть вопросы, пишите. Постараюсь на все вопросы ответить. Какая лохматая. Всем пока!